Все, кого я встречал и кто были предпринимателями, а я встречался со множеством предпринимателей, они рассказывали мне о том, как будет выглядеть будущее, по их мнению, через 5-15 лет. Объединив все это вместе, я и сделал свое предсказание. И я думаю, что мы сейчас на верном пути. В этом видео Тим Дрейпер, человек, который еще в 2014 году точно предсказал бычий рынок 2017, расскажет, как биткоин изменит этот мир и куда, по его мнению, стремится цена главной криптовалюты. На данный момент крипторынок неплохо восстанавливается, его рыночная капитализация достигла 1,4 триллиона долларов. Доминирование биткоина остается на прежнем уровне в 46%, а доминирование эфириума составляет 17. На момент записи биткоин отскочил до 34,5 тысяч долларов, а еще недавно стоил меньше 30 тысяч. Посмотрим, удастся ли ему удержаться на этом уровне, либо это станет ложным пробоем. Один из моих любимых фундаментальных индикаторов – это хешрейт биткоина. Мощность хешрейта после недавнего китайского падения начала восстанавливаться, и сейчас достигает 105 миллионов терахеш в секунду. А это уровни ноября 2020, так что восстанавливаться есть еще куда. Я надеюсь, что хешрейт продолжит свой восходящий тренд вместе с собой, забирая и цену биткоина вверх. Это отличный сайт, который показывает топ-20 криптовалют и как далеко они находятся от своих исторических пиков. Биткоин находится в лучшей позиции среди всех представленных криптовалют. Он потерял всего минус 46% от своего пика в 64 тысячи долларов. Это значит, что ему нужно сделать чуть менее 2х, чтобы вернуться к этим отметкам. Эфириум же упал на 50%. Кардана приблизительно так же, но все-таки ближе к биткоину, и это меня впечатляет. Она очень-очень неплохо держится на этом падении рынка. В среднем топ-20 криптовалюты просели на 70%, а XRP аж на 82%. Доги Коин на 73%, и больше всех упал интернет-компьютер протокол, который потерял 94%. Но несмотря на это, большие банки продолжают принятие биткоина. Четыре из шести самых крупных банков в мире предлагают услуги по хранению биткоина. Это B&I, Mellon, State Street, Northern Trust и Fidelity. И, кстати говоря, недавно к ним добавился и JP Morgan, который стал первым банком в Америке, предлагающим биткоин розничным клиентам. План B в Твиттере опубликовал свою сток-то-флоу модель для биткоина и подписал «Отскок или пробой? Вот в чем вопрос». Вот еще один интересный вопрос. Если цена биткоина упадет еще ниже, например, до 20 тысяч долларов, сделает ли эта модель сток-то-флоу недействительной? Никто не говорит о том, что она может стать недействительной, если биткоин пробьет верхнюю границу. Но все почему-то обеспокоены нижней границей. Но в 2011 цена биткоина уже пробивала эту модель вверх. Причем достаточно сильно, так же, как и в 2013 и 2014 году. На основе этих фактов можно сказать, что модель сток-то-флоу будет недействительной, если цена биткоина пробьет этот голубой диапазон и продолжит отклоняться от него. Если такой пробой случится лишь на короткий промежуток времени, нельзя считать, что модель недействительна. Это, кстати, очень актуальная тема, сейчас многие начинают разочаровываться в этой модели, говоря, что она недействительна. А теперь давай перейдем к Тиму Дрейперу, который в 2014 году предсказал бычий взрыв криптовалют в 2017. Что же он говорит теперь? Каковы его прогнозы? Видите ли вы блокчейн как эволюцию интернета, или это нечто абсолютно отдельное? Судя по всему, вы видите его больше как социальную эволюцию, чем эволюцию интернета, если быть точнее. Я называю это антропологический прыжок, потому что это скорее последствия для всего человечества, а не только общества. Подумайте о том, что вы можете сделать с биткоином, с блокчейном, со смарт-контрактами, а затем добавить к ним искусственный интеллект, например. Внезапно преобразуется абсолютно все. Интернет, коммуникации, гейминг, развлечения, медиа, все что угодно, даже такси. Биткоин и криптотехнологии обладают потенциалом трансформировать банкинг. Однозначно это уже происходит. Финансы. Мы надеемся использовать это для финансов, в которых я могу заработать деньги на биткоине, инвестировать в него, иметь компании, которые будут платить своим работникам в биткоине. Также я уверен, что у нас появится единый большой смарт-контракт, который автоматически будет вести весь учет, бухгалтерию и аудит на блокчейне. Я думаю, что это будет будущее инвестирование. Это должно изменить мир финансов к лучшему. Люди также будут подтверждать свое право собственности на блокчейне, так что правом собственности больше нельзя будет манипулировать. Торговля акциями тоже будет происходить на блокчейне. Все это изменит финансы. Коммерция тоже изменится из-за открытых нодов, при помощи которых вы сможете платить продавцу без кредитной карты и уплаты 2-3% банку каждый раз, когда вы проводите своей кредиткой по терминалу. Это будет совершенно новый мир, в котором коммерция изменится навсегда, а продавцы будут использовать открытые ноды. Затем изменится и мир страхования. Вы знаете, как сейчас работают страховые компании. Ты вносишь страховые платежи, затем наступает страховой случай, и ты начинаешь судиться со своей страховой компанией, пока она что-то там да и не заплатит. Что, если у нас будет страховая компания, в которую мы вносим платежи, а затем, даже до того, как мы узнали о пожаре в собственном доме, биткоин уже будет лежать на нашем кошельке? Все потому, что у них будет наружное наблюдение, и они заметят, что дом горит. Так что деньги уже у вас в кошельке, и вам не нужно сражаться со страховой компанией никогда и нигде. Думаю, биткоин изменит мир страхования. А что такое правительство, если не цепочка страховых компаний? Это страхование здоровья, рабочего места, страхование от безработицы, социальная безопасность, пенсия, благосостояние. Все это страховые программы. Они могут каким-то образом работать с наблюдением и мониторингом, быть встроены в смарт-контракт с биткоином на блокчейне. Поэтому биткоин изменит само правительство. Возможно, местное правительство будет всегда, хотя, может быть, дойдет до того, что оно изменится тоже. Но все эти правительственные службы, которые основываются на страховании, могут быть трансформированы блокчейном. Последнее, о чем я хочу поговорить, это здравоохранение. Ведь с искусственным интеллектом, который хранит все ваши данные в блокчейне, люди смогут диагностироваться и проходить терапию, полностью используя кластеры данных. Фактически мы изобретем облачную медицину для управления этими данными, которые отслеживают медики. Там будут храниться записи всех данных здравоохранения, и это будет лучше, чем обычный доктор в отношении качественно диагностированных пациентов. А если это все соединить с докторами, то будет еще лучше. Диагностика будет вмещать множество показателей. Данные вашего фитнес-браслета, результаты анализа крови, генетические показатели, даже то, где вы сидели в самолете и так далее. Все эти данные вместе создадут диагностику нового уровня. Также блокчейн будет использоваться и в терапевтии, и в вычислительной биохимии. Это полностью изменит здравоохранение. Итак, в 2018 вы предсказали, что биткоин вырастет до 250 тысяч долларов к 2022. Кажется, что ваше утверждение работает отлично, но откуда взялась эта цена? Есть ли у вас подобные предположения для эфира? У меня нет подобных предположений для эфириума. Я не очень заинтересован в эфире. Да, он важен для инноваций и новых технологий, которые будут опробованы на нем, но я думаю, что биткоин в долгосрочной перспективе намного более важен. Я делал свое предположение, когда биткоин стоил примерно 180 долларов. Я был тогда на Fox News и сказал, что через 3 года биткоин будет стоить 10 тысяч долларов. Ровно через 3 года, буквально до дня, биткоин стоил 10 тысяч долларов, а затем упал до 4 тысяч в 2018. И я сказал, что с этого момента и до конца 2022 года или начала 2023 биткоин будет стоить 250 тысяч долларов. Конечно, они думают, что я сумасшедший, пока это не произойдет. Судя по всему, это произойдет. Я сделал этот прогноз, комбинируя аналитику, интуицию и хорошее понимание того, что произойдет через 5 лет от текущего момента. Все, кого я встречал и кто были предпринимателями, а я встречался со множеством предпринимателей, они рассказывали мне о том, как будет выглядеть будущее, по их мнению, через 5-15 лет. Объединив все это вместе, я и сделал свое предсказание. И я думаю, что мы сейчас на верном пути. Посмотрим, как получится, но мы уже на пути к достижению моего предсказания. Итак, ребята, сначала Тим Дрейпер правильно предсказал бычий рынок 2017 года. В 2014 он сказал, что биткоин вырастет до 10 тысяч долларов в 2017. Так и произошло, биткоин даже превзошел эту цель. Теперь он верит в 250 тысяч где-то под конец 2022 или начало 2023. У нас осталось как минимум полтора года до этого момента. Посмотрим, сможет ли биткоин достичь этого целевого уровня. А как ты думаешь, сможет ли? На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который будет в описании. Делись видео с друзьями, комментируй. И обязательно богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok